Привет друзья, сегодня я подготовил для вас самый захватывающий топ 10 игр, которые поглотят вас более чем на 100 часов. Если готовы окунуться в невероятные миры и приключения, тогда жмём на лайк, оформляем бесплатную подписку и давайте начинать. The Long Dark – это игра на выживание с открытым миром от первого лица, действие которой происходит в прохладной глуши канадского баррельского леса. Геймер берёт у себя роль пилота, который застрял в дикой местности после загадочной геомагнитной катастрофы. Задача игрока – выжить в суровых условиях, противостоять диким животным и другим опасностям, исследуя огромную заснеженную пустошь в поисках пути к спасению. Геймплей ориентирован на выживание, геймеру необходимо управлять голодом, жаждой, усталостью и здоровьем своего персонажа, а также его снаряжением и инвентарём. Геймер должен добывать ресурсы, такие как пища и убежище, а также бороться с суровыми условиями окружающей среды, такими как низкие температуры и снежные бури. Исследуя дикую природу, игрок встречает множество мест, таких как заброшенные города, лагеря лесорубов и другие антропогенные сооружения, в которых можно искать припасы и снаряжение. Есть два основных режима – выживание и история. В режиме выживания перед игроком становится задача выживать как можно дольше, а в режиме история игроку предлагается пройти ряд сюжетных миссий. Главный герой, известный как Уилл Маккензи, начинает с базовым набором снаряжения, таким как карта, фонарик и спички. Но для выживания ему придется искать дополнительное снаряжение и предметы, такие как одежда, оружие и инструменты. Игрок также может создавать новые предметы, используя ресурсы, найденные в дикой природе. Примерами оружия в игре являются охотничьи ружья, луки, топоры и копья. Примерами предметов и инструментов являются аптечки, рюкзаки, топор, рыболовный набор и многое-многое другое. Satisfactory это симулятор строительства фабрики с открытым миром от первого лица, где геймеру предстоит взять на себя роль инженера, отправленного на дикую планету Fixit для создания завода, способного производить ресурсы и передовые технологии. Геймер вращается вокруг строительства и управления фабрикой, сбора ресурсов и исследования новых технологий. Игроки должны сбалансировать потребности своей фабрики и планеты, поскольку чрезмерная эксплуатация ресурсов планеты может привести к негативным последствиям для окружающей среды. Игрок может использовать различные инструменты, такие как инструмент-строитель для строительства зданий и инструмент-голограмма для планирования планировки фабрики. В Satisfactory представлены различные ресурсы для сбора, такие как железо, медь и нефть, а также широкий спектр предметов и машин для исследования и строительства. От базовых конвейерных лент и электрогенераторов до современного оружия и транспортных средств. По мере прохождения геймеры получат доступ к более продвинутым технологиям, что позволит им автоматизировать свою фабрику и увеличить производство. Игроки могут исследовать планету, открывая новые ресурсы и обнаруживая инопланетных существ, некоторые из которых можно приручить и использовать в различных целях. В игре есть цикл дня и ночи и погодные условия, которые могут повлиять на способность геймера собирать ресурсы или путешествовать. Также в игре есть многопользовательский режим, в котором игроки смогут совместно строить и управлять фабрикой или соревноваться друг с другом. Yakutsu Zero не новый экшен, который включает в себя стиль адвенчуры, а тебе предстоит отправиться в фантастический мир, чтобы разгадать все его покрытые мрачные пеленой тайны. Для начала ты отправляешься в недалекое прошлое, а именно в 1988 год, где и станешь одним из участников профессиональной преступной группировки. Ты сыграешь роль главного героя, отважного и бесстрашного 20-летнего парня по имени Кирю, который отправится на путь отмщения, чтобы противостоять конкурентному рынку по продаже недвижимости. Захватив территорию рынка, ты получишь власть, но сделать это будет очень непросто. На своем пути ты постоянно будешь сталкиваться с коварными противниками и неприятелями, которые будут любыми способами стараться тебя подставить, уничтожить и поставить препятствия на твоем пути. Пробираясь через полчаса соперников и проходя многочисленные испытания, ты точно сможешь добиться успеха. Помни, что от твоих действий и принятых с твоей стороны решений будет зависеть исход событий, который может быть не совсем приятным. Улучшая свои таланты и навыки, а также тебе потребуются боевые способности, с помощью которых ты с легкостью сможешь со всем этим справиться. Враги не дремлют, поэтому будь готов к неожиданным поворотам. В Варма 3 мы восстанавливаем независимость, играя за нейтральную сторону этой войны. Ключевые противники до сих пор борются за независимость в экономическом и товарном понимании. Среди врагов появляется новая структура – организация CSAT, выступающая военно-политическим союзом. Пока в Европе бушует кризис, США враждует с Китаем на территории Тихого океана. Больше 400 квадратных километров игрового пространства, где игрок выполняет роль миротворца сил НАТО и будет спасать свою группировку от настоящих предателей, проявляющих себя в начале сюжетной кампании. Во время сворачивания военной базы НАТО к ним приходит на помощь AAF – организация внутриигровых островов, и предательски расстреливает большую часть солдат. Воспользуясь численным превосходством, противники берут штурмом нашего генерала, которого мы обязаны спасти. Проект Arma 3 – это песочница-шутер от первого лица, где есть 4 острова, на которых ведутся основные сюжетные моменты. Altis, Stratis, Tanoa, Maldon. На каждом из них существует своя независимая армия, никаким образом не принимающая солдат НАТО, даже если мы выражаем миротворческие интересы. В путешествии по огромной прорисованной локации мы будем находить 40 видов оружия и 20 единиц бронетехники. В игре нет способностей или заклинаний, зато есть классы бойцов. Штурмовик отлично справляется с борьбой на предельно близкой дистанции. Медик будет лечить раненых, а снайпер – настоящий стес-охотник за головами. Nioh 2 – это ролевая адвенчура в жанре экшен, действие которой происходит в фантастической версии Японии конца 16-го, начала 17-го века, известный как период воюющих государств. Игроки управляют получеловеком, полу-сверхъестественным воином, известным как игрок, который находится в поиске, чтобы раскрыть свою истинную сущность. С точки зрения игрового процесса, Nioh 2 предлагает сложный и удовольствия боевой опыт, который является одновременно стремительным и стратегическим. Геймеры должны пройти через различные уровни, наполненные демонами и мифическими существами, используя разнообразное оружие и магию, чтобы победить своих врагов. Оружие включает катану, два меча, топор, копья и кусарегаму, каждый из которых предлагает уникальные боевые стили и способности. Одной из ключевых механик игры является система Ки, которая позволяет игрокам выполнять мощные атаки и точно уклоняться от вражеских атак. Геймеры также имеют доступ к магическим заклинаниям и специальным способностям, называемым живое оружие, которое они могут использовать, чтобы переломить ход боя. В игре также имеется мощная система настройки персонажа, позволяющая игрокам выбирать пол, внешность и снаряжение. По мере прохождения геймеры будут встречать различных NPC, таких как могущественные и загадочные Токичиро и хитрый и коварный Хатори Ханза, которые будут давать задания и предлагать руководство. Definitive Original Sin 2 Definitive Edition Это ролевая игра, действие которой происходит в фэнтезийном мире Reveillon. Геймеры берут на себя роль человека, одаренного способностью владеть магией, и отправляются в путешествие, чтобы раскрыть правду о таинственных Void Walking и их связи с персонажем игрока. Геймплей вращается вокруг пошаговых боев, где игроки стратегически расставляют своих персонажей и используют различные способности и оружие, чтобы победить врагов. Геймеры также могут взаимодействовать с окружающей средой и различными персонажами для решения головоломок и выполнения заданий. Игра имеет разветвленное повествование с несколькими концовками, что позволяет игрокам делать выбор, который влияет на исход сюжета. Ваш персонаж также имеет систему репутации, где действия и выбор игрока влияют на реакцию NPC. Геймеры могут выбирать для своего персонажа различные расы и классы, каждый из которых обладает уникальными способностями и атрибутами. Также имеется развитая система ремесла, в которой игроки могут создавать и улучшать оружие, броню и предметы. Действия происходят в различных локациях, включая шумный город Форт Джой, мистическое царство Зала Эха и опасные болота Безымянного острова. Геймеры столкнутся с разнообразными персонажами, такими как рыцарь нежити Лохсе, эльфийский разбойник Ифан Бен Месс, человеческий маг Сибел. Вообще игра предлагает богатый и захватывающий опыт благодаря глубокому сюжету, увлекательному игровому процессу и огромному открытому миру для исследования. Jurassic World Edition 2 – это многопользовательский симулятор строительства парка, где вы директор собственного парка Jurassic World и должны построить аттракционы, изоляторы и исследовательские центры для динозавров, соблюдая баланс между потребностями и безопасностью ваших гостей и динозавров. Здесь придется принимать решения, управлять ресурсами и справляться с неожиданными событиями, возникающими на острове. По мере прохождения вы будете открывать новые виды динозавров, исследовать новые технологии и улучшения, а также взаимодействовать с персонажами из франшизы «Мир юрского периода». Среди них доктор Вуклер Диринг и Оуэн Грейди. У вас также будет возможность управлять различными транспортными средствами, такими как вертолеты и джипы, чтобы выполнять задания, собирать ресурсы и ухаживать за динозаврами. Действие происходит на вымышленном острове Ислан-Нублар и близлежащих островах архипелага Муэртес. Игровой мир разделен на различные биомы, каждый из которых имеет свой уникальный набор динозавров и испытаний. Jurassic World Evolution 2 предлагает уникальный опыт строительства и управления собственным парком, наполненными захватывающими моментами, стратегическими решениями и неожиданными событиями. Nino Kuni 2 – Revenant Kingdom – это ролевая игра с элементами экшена, действие которой происходит в фэнтезийном сеттинге Nino Kuni. Здесь геймеры управляют молодым королем по имени Эван Питивискер Тилдрум, который отправляется в путешествие, чтобы вернуть свое королевство и построить новый объединенный мир. Геймеры представляют собой смесь боя в реальном времени и строительство городов. Геймеры могут исследовать локации от раздросшихся городов до густых лесов и сражаться с рогами, используя комбинацию меча и магии. Попутно игрокам предстоит строить и управлять собственным королевством, набирать новых жителей и поручать им различные задания. Сюжет вращается вокруг путешествия Эвана с целью вернуть свое королевство, которое было узурбировано королевым соперником по имени Моусингер. По пути Эван будет создавать союзы и наживать врагов, стремясь объединить королевство под своей властью. Игрокам предстоит встретить множество персонажей, таких как Роланд, президент из другого мира, и Таня, небесная пиратка и по совместительству спутница Эвана. С точки зрения игровой механики проект имеет глубокую боевую систему, которая позволяет игрокам переключаться между различными персонажами и оружием на лету. Геймеры также могут призывать мощных существ, чтобы они помогали им в битве. Этих существ можно развивать и настраивать в соответствии с игровым стилем игрока. Помимо основного сюжета, в игре есть множество побочных заданий и занятий, таких как сражения на небесных кораблях и строительство королевств. Также есть режим New Game+, позволяющий игрокам начать игру заново с прежним прогрессом и способностями. Monster Hunter World – это ролевая игра в жанре экшн, действие которой происходит в фэнтезийном мире, где игроки берут на себя роль охотника, задача которого – выслеживать и ловить больших монстров, бродящих по земле. Геймплей в данном проекте сфокусирован на исследовании и боях. Игроки исследуют множество различных сред, от густых лесов до палящих пустынь в поисках своей добычи. По пути они будут собирать ресурсы, создавать оружие и броню, а также улучшать свое снаряжение, чтобы лучше противостоять сильным монстрам, на которых они охотятся. Сюжет вращается вокруг персонажа игрока, который является членом пятого флота. Группы охотников, отправленных в новый свет, землю полную опасных существ. Цель – выследить и захватить старших драконов, могучных чудес, угрожающих равновесию нового мира. Новый мир – это обширное открытое пространство, наполненное множеством различных средств и существ. Среди локаций встречаются в игре древний лес, дикая пустошь и гнилая долина. Также в игре имеется несколько различных режимов, включая сюжетный для одного игрока и многопользовательский, который позволяет геймерам объединиться в команды и вместе сражаться с могучными монстрами. Dragon's Dogma Dark Horizon – это ролевая игра, действие которой происходит в огромном открытом мире. Геймеры, наполненные страшными монстрами и захватывающими приключениями. Геймеры берут на себя роль избранного, известного как Horizon, который должен отправиться в опасное путешествие, чтобы победить могущественного дракона Григори и спасти землю Грансис от гибели. Геймплей сочетает в себе стремительные боевки, исследования и настройку персонажа. Геймеры могут выбирать из множества классов, таких как Воин, Маг и Рейнджер, каждый из которых обладает уникальными способностями и стилем игры. Игроки также могут нанять и настроить свою собственную пешку, могущественного компаньона, который сражается рядом с вами и представлять ценную информацию во время вашего путешествия. Исследуя обширный и разнообразный ландшафт Грансиса, игроки встретят множество врагов, от гигантских циклопов и химер до ужасающих драконов и рыцарей-нежики. Геймеры также встретят тростепенных персонажей с их собственными историями и квестами. Еще игроки получат доступ к широкому спектру оружия и снаряжения, которые помогут им в путешествии. От мечей, луков и посохов до доспехов, колец и амулетов все это подбирается в соответствии с вашим игровым стилем. В игре также реализована уникальная система лазанья и захвата, позволяющая игрокам взбираться и цепляться за огромных монстров, что придает бою новое измерение. Надеюсь, что вы насладитесь этим топом и найдете для себя новые увлекательные игры на долгие часы. Поделитесь, пожалуйста, своими любимыми долгими играми в комментариях. Также подпишитесь на канал, поставьте лайк и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До скорых встреч и всего хорошего! Субтитры сделал DimaTorzok